Библиотека номер 18 Северного округа приглашает совершить путешествие в уникальное место Архангельской области – Архипелаг Новая Земля. Он расположен в Северном Ледовитом океане и растянулся с юго-запада на северо-восток между Баренцевым и Карскими морями. Хотя эти удивительные острова относятся к Архангельской области, расстояние отсюда до Северного полюса ближе и составляет всего около полутора тысяч километров. «Новой Земле», а в частности поселку Малый Кармакулы, посвящен одноименный памятный альбом, изданный в 2022 году при поддержке губернаторского центра Архангельской области. Авторы проекта – режиссер и фотограф Вера Вакулова и писатель Владимир Привалов. В создании книги принял участие известный архангельский фотограф Николай Гернет. В альбоме много полезной и интересной информации об этом архипелаге, климате и его истории. При беглом взгляде на географическую карту, непосвященному человеку новая Земля может показаться узкой полоской суши, оторванной от остальной страны и удаленной от городов, портов и дорог, где никогда не происходило никаких значительных событий. Однако это впечатление обманчиво. Площадь архипелага составляет более 83 тысяч квадратных километров, а на протяжении многих веков новая Земля была местом притяжения территориального интереса европейских держав. Открыт архипелаг в XII-XIV веках. Столь значительный разброс дат объясняется отсутствием ранних письменных свидетельств. Бесспорные подтверждения присутствия русских предшественников на этих землях принадлежат иностранцам. Так экспедиция Баренца застала на Новой Земле русское становище и поклонные православные кресты. Поморы первооткрыватели называли архипелаг маткой. Охотники добывали здесь моржовые клыки, заготавливали песовые, медвежьи, тюлени и олени шкуры, топили ворвань, ловили омоля и гольцов, били гусей и других птиц, собирали гагачий пух. Российский академик Карл Берр, посетивший Новую Землю в 1837 году, так поразился отсутствием растительности, что записал в дневнике. Пейзаж вызывает чувство одиночества, которое охватывает не только рефлектирующего мыслителя, но и самого грубого матроса. В этом ощущении нет ничего устрашающего, в нем есть что-то торжественно возвышенное. Архипелаг уникален по своему климату. На западе Баренцево море принимает теплые воды Гольфстрима, а восточное Карское море издавна называют ледяным погребом. Поэтому животный мир богаче на западе Новой Земли. Зима на архипелаге продолжается около 180 дней и характеризуется низкими температурами до минус 40 градусов, сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покловом. Полярная ночь и новоземельская бара – тяжелейшие испытания для местных жителей. Особенность новоземельской бары – ее внезапность и сила. Ветер может усилиться в течение 10-15 минут и разогнаться до 40-50 км в час. Тем не менее, Новая Земля радует красивыми пейзажами и яркими красками летом и полярными сияниями зимой. Долгое время освоение архипелага носило частный временный характер. У местных промысловиков сложилась практика возведения в удобных бухтах промысловых исп. Так появилось становище Малые Кармакулы, которое было очень удобно расположено географически. В 1870 году военная эскадра кораблей Балтийского флота направилась к берегам Новой Земли. Где состоялась православная служба, на возвышенности острова установили деревянный крест с памятной доской. Позже поставили деревянную избу для промышленников. Поход продемонстрировал право России на владение архипелагом. Было решено организовать здесь оседлое население, а в качестве будущей столицы архипелага было выбрано становище Малые Кармакулы. В 1877 году в становище на постоянное место жительства прибыли шесть ненецких семей в количестве 24 человек. Здесь появляются новые постройки, спасательные и метеорологические станции, а затем церковь и школа. Южный остров Новой Земли активно развивался. Но революция, интервенция и события гражданской войны разительно меняют жизнь поселенцев. Налаженные товарно-денежные отношения, логистические связи остаются в прошлом. Несмотря на тяготы, многие поселенцы активно участвуют в политической и экономической жизни островов. Молодое советское государство предпринимает гигантские усилия для развития Севмурпути и всего Арктического региона. В 1933 году в Малых Кармакулах находились казарма самоедов, казарма русских, бывшая церковь, гиммистанция, баня и другие постройки. С начала Великой Отечественной войны Арктический регион приобретает для СССР особое значение. Новая земля имеет господствующее положение на стыке Баренцева и Карского морей. Архипелаг занимает оборону западного сектора Северного морского пути. В разные годы в ходе военных действий были обстреляны метеостанции на мысе Желания и Малые Кармакулы, а полярная станция в заливе Благополучия полностью уничтожена. После войны сожженная немецкой подводной лодкой становище Малые Кармакулы отстраивалась заново. Однако вскоре привычный уклад жизненного земельцев стремительно изменился. Всем известный период Холодной войны придает Арктическому региону особое значение, и в 1954 году на Новой Земле начинается строительство ядерного полигона. Гражданское население покидает Новую Землю. В настоящее время на Новой Земле действует аэрологическая станция Малые Кармакулы. Пережив окончание Холодной войны, а затем и распады СССР, станция выжила благодаря слаженной работе полярников. Здесь проводится широкий спектр наблюдений, построены современные здания с современным оборудованием и комфортными условиями для работы и проживания. История Малых Кармакул от промыслового становища и первой столицы Новой Земли до современной аэрологической станции демонстрирует нам, сколь непростым был путь освоения Арктики. И тем важнее становится утверждение суверенитета Российской Федерации в Арктической зоне. 21 век для России становится веком Арктики. Восстанавливается инфраструктура Сехмурпути, строятся новые порты и города, возрастает интерес к арктическим исследованиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова